Утро на Болткоме 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 позадать, но вот мы знаем, что есть целый ряд разных благотворительных организаций, очень хорошо, что они есть, там, ЗЕДУ, ТОВ и так далее, и люди считают так, что если вот существует такая благотворительная организация, честь ей и хвала, но, значит, это собирается средство, там, не знаю, на лечение кого-то, ну, значит, все-таки государство где-то недорабатывает, и вот там родственники больных людей вынуждены так вот сходить, условно говоря, шапкой по кругу, собирая там средства на лечение, на лекарства. Что касается Безвест, не является ли, как многие, наверное, думают, что вот если полиция не хочет искать людей, вот ничего другого не остается, как обращаться вот в Безвест ЛБ, чтобы добровольцы сами искали, государство эту функцию не выполняет или выполняет не полностью, нет ресурсов и так далее. Ну, я, нет, конечно, полиция очень серьезно ищет людей, и просто может быть, если Безвест ищет и выкладывает это в социальные сети, наверное, полиция это более делает незаметно, она делает свою работу, ну и все. Мы же тоже выкладываем, иногда нас тоже обвиняют, что мы там пиаримся на каком-то там, на чужом несчастье, ну, то есть такие бывают к нам, говорят, что типа, ну, я говорю, ну, вы знаете, ребята, вообще странно, как нам, во-первых, рассказывать о своих делах, вот первые, наверное, с 2009 года мы ищем людей, первые три с половиной года, даже четыре, я вообще про Безвест нигде мы не говорили никогда. Да, это правда. Не в социальных сетях, нигде. Мы просто искали незаметно, да, и находили, или кого-то не находили, но это делали очень по-тихому. В итоге я понял, что в какой-то момент, что, вы знаете, приезжаешь на какую-то территорию поискать человека, а он выходит, а кто вы такие? Ну, мы там Безвест нигде. А что вы делаете? А сколько вы зарабатываете? А вы, наверное, детективы. И вот этот, не то, что мы можем поискать его здесь, получить его разрешение, да, такое, чтобы мы поищем здесь, в этом лесу человека. Ну, если это хозяйская земля. А сейчас такого вообще нет. Человек, когда видит, что приезжает Безвест нигде, он понимает, что это добровольцы, ему нужно объяснять нам, что это пропал человек, он начинает социальные сети. Да. Для него это уже все как бы понятно, да. И плюс еще очень важный момент, что мы почему обо всем этом стараемся говорить. Мы убиваем нескольких, как сказать, зайцев. Во-первых, приходят новые люди к нам, они видят, что такое Безвест, что это не отдых там на природе, это реально такая работа, такое определенное движение людей. И второе, он понимает, что пропал человек в его районе, и он, может быть, на него натолкнется. То есть, вот у нас был случай, наверное, года два назад, мы искали одного дедушку, он вышел из пансионата, и уже вот конец вечера был, мы уже, ну, уже обессилили, уже думали, ну все, ну, нет шансов его найти. И человек позвонил и сказал, вы знаете, я видел этого человека 20 минут назад, он на каком-то углу, километров, наверное, за 8, наверное, от нашего места, где мы искали. Далеко мы даже не думали, что человек туда может уйти. И мы его нашли. То есть, любая вот эта информация огромную роль просто играет. Базовас находит благодаря и своим ресурсам, благодаря людям, которые отзываются, нам пишут, звонят. Почему? Очень важно эту информацию анализировать, потому что бывает, кто-то где-то что-то видел, ну, 80% там, ну, это не подтверждается, но вот эти маленькие, там, 20-15% очень часто играют для нас это очень важную роль для поиска человека. Вот вы упомянули добровольцев. Все-таки, если так можно нарисовать портрет вот этих людей, что ими движет? Ну, я понимаю, что все-таки желание помочь, это первично, но все-таки. Я думаю, что у людей, которые пришли в БСВС-ТЛВ, волонтерами, у них у каждого своя, наверное, скорее всего, мотивация. И мне сложно, наверное, сказать. Ну, наверное, помощь. Может быть, сами были в такой ситуации, когда кого-то искали, может быть, это было таким побудительным мотивом? Ну, наверное, может быть, и такое. Я когда организовывал эту организацию, я думал, что, ну, она будет собрана из людей, которые пережили, потеряли своих близких. Они будут костяком и основой этой организации. Но так не оказалось. У нас практически нету ни одного человека, единицы, наверное, которые пережили такую травму. И довольно-таки часто, знаете, когда у человека пропадают близкие, он говорит, вот я хочу влиться в ваши ряды, хочу стать тоже поисковиком, там, вот сейчас мы найдем моего родного, ну, близкого человека, я тоже буду поисковиком. Ну, мне вот, ну, когда у человека находится в состоянии горя, от него, ну, он на все как бы согласен и хочет все, что хочешь сделать, а он не будет, ну, таким, как бы сказать, настоящим помощником. Он слишком эмоционально включен в это мероприятие сейчас. Да, вы сказали, что с 2009 года фактически вот организация была создана, этим занимается. Понятно, что случаи бывали разные. Бывали такие ситуации, когда вы сами понимаете, ну, уже учитывая ваш опыт жизненный и психологию, что иногда люди, я сейчас не говорю про пожилых людей, которые, понятно, что у них есть все эти деменсии и так далее, они действительно плохо ориентируются в пространстве. Понятно, почему они пропадают, но вот когда вы кого-то ищете и приходит понимание, что, может быть, этот человек, не знаю, умышленно куда-то ушел, он не хочет, чтобы его нашли. Александр? Что-то у нас со связью Александр, слышите ли вы нас? Такие случаи были, ну, слышите меня? Да-да, вот сейчас мы вас слышим. Я здесь, да-да, я слышу вас. Не слышите? Да, я слышу вас, да. Алло? Да-да, я вас слышу. А, я вас слышу, хорошо. Да. Были такие случаи, да, когда вы понимаете, что человек ушел, чтобы уйти, чтобы его не нашли. Да, бывали такие в нашей практике случаи несколько раз, и был такой случай даже интересный, что мы искали одного человека, вдобу было, он пропал, и прочесывали лес. И, ну, лес такой довольно-таки серьезный, и в каком-то месте мы находим такую, как бы, полуземлянку, такую палатку, такую заделанную, вообще практически спрятанную. И там выходит такой бородатый, пуйка такой, я говорю, с вами все в порядке? Да, я все в порядке, я вот хочу побыть один. И человек жил в лесу, конкретно, такой вот, как, как фильм показывают, такое вот, где-то там, в тайге где-то, вот он так жил. Да, был знаменитый Таежный тупик, да. Вот, вот типа такого, было очень, ну, так необычно увидеть, так, в Латвии, в лесах, такого вот, такого партизана, который там жил, так, у него был, так, видно, быт у него настроен, там, вещи сушатся у него, ну, то есть, дрова поколоты, то есть, такая у него своя жизнь была там. Интересно, да. То есть, на поисках, ну, всякие разные бывают, случаи такие, смешные, ну, и разные. А с пожилыми, с пожилыми людьми, понимаете, это, это самое, конечно, первое, что, это надо бить, как, ну, не бить, а очень оперативно включаться, особенно, если это зимний период начинается, если пропадает человек, там, это вот эти первые часы, это самое, ну, самое, самое важное, наверное, что, что необходимо. Мне бы хотелось бы еще сказать от себя, что, люди, может быть, ну, кто-то знает, кто-то не знает, что у нас есть бесплатное приложение, которое, безвестовое соус, ее можно скачать в ап, ну, если у вас есть пожилые люди, я вам очень рекомендую это приложение скачать, потому, потому что, если ваш папа, там, дедушка не придет домой, и он не сможет нормально вам объяснить, где он находится, это будет потеряно большое количество времени, а так он одним сообщением, кнопкой SOS, сможет отослать свою локацию, отослать локацию вам, и отослать локацию нам, ну, в организацию Безвеста. Алло? Да-да-да, вот вы периодически пропадаете, да, вы закончили на том, что вот отослать вот локацию в Безвест ЛВ. Да, вот что у нас есть приложение, кто-то знает, кто-то нет, но у меня лишний раз всегда хочется сказать, что есть такое бесплатное приложение, оно не стоит, там нет никакой рекламы, ничего, и оно именно, в случае ЧП, родной человек может отослать свою локацию, где он находится, и в то же время как бы получит оповещение это Безвест ЛВ, и не будет теряться это время на поиск человека. Ну, то есть, грубо говоря, мы получаем эту информацию, вот если представим, вот у вас заблудился, вы сейчас в Янсковстве, например, а в Риге заблудился у вас дедушка, он вам отсылает сообщение SOS на ваш телефон, вы созваниваете с нами, пишите там заявление на полицию, мы оперативно в этом процессе уже можем найти того человека и определить, где он находится, и выехать в какой-то маленькой группе ему на помощь. Не нужно для этого потом собирать сотни людей, чтобы прочесывать какую-то территорию. Да, вот, наверное, этот вопрос, который вам часто задают, о том, какую помощь государство вам предоставляет или могло бы предоставить. Ну, в том году нам Министерство обороны подарило дрон с тепловизором, очень эффективный, за что мы им очень благодарны, и очень серьезная машина, оборудование. Даже вот в пандемию у нас есть пять, шесть операторов, которые мы постоянно тренируемся и делаем для себя, чтобы такие маленькие полеты тренировочные даже, чтобы, ну, не расслабиться в пандемии, чтобы быть готовым, когда снимется это чрезвычайное положение, чтобы мы могли быть оперативно приезжать и помогать людям. Я так понимаю, что дрон позволяет реагировать, если там какой-то живой человек, да, вот, с тепловизором. Да. Ну, дрон только на живых. У нас, как бы, мы хорошо подготовлены для поиска людей живых, потому что есть и тепловизор с дроном, есть и ручные тепловизоры, то есть можно быстро, оперативно найти человека в лесу. Ну, самый главный, важный момент, это когда мы получили информацию о пропавшем человеке и сразу же подключились к поискам, чтобы это не было такого, что он пропал человек утром, вечером они поняли, что, наверное, он пропал, и давай обратимся с утра в Безвестолвы. А вот уже сутки прошли. А уже сутки прошли, понимаете? Вот это классическая ситуация, почему-то какие-то вот люди считают, трое суток в полицию не надо идти. Ну, в полицию сразу идти, если вы видите, что у вас пропал человек, и это не свойственно для него, надо идти, сразу писать заявление в полицию. То есть не надо ждать несколько суток как какие-то представления старые, что вот если человек не явился домой, не знаю, три дня, тогда нужно только его искать. Да. То есть такое вот, я сколько раз об этом говорю, и полиция об этом говорит, но я так и слышу довольно-таки часто, и по сей день, что вот надо ждать трое суток. Не надо ничего ждать, надо сразу идти в полицию, и эти часы, это с первой часа, они самые важные. И для базовой столовой, и для полиции, и для всех, потому что если человек живой где-то находится с тепловизором, его намного эффективнее можно найти, чем искать его физически, потом прочесывать, километры нарезать. И уже шансов будет меньше гораздо найти его живым. Ну, шансов вообще, конечно, будет очень мало. И уже не живого человека, или если человеку стало очень плохо, он лежит где-то, прибился, как к земле, его тоже тяжелее намного находить, чем человек, который идет или сидит вертикально. Особенно к этому моменту, наверное, уже и телефон разряжается, если у человека был с собой мобильный телефон, и он по состоянию здоровья уже не реагирует, уже и телефон разрядится спустя трое суток. Ну, да, и вот мы, кстати, по поводу телефонов, к нам довольно-таки часто обращаются люди и спрашивают, ну, посоветуйте какие-то GPS-маячки, GPS-какие-то устройства, там, ну, как вот можно найти для пожилых людей. Мы очень долго думали, что вообще предложить, и на сегодняшний день, тоже хочу сказать, что на сегодняшний день мы сделали такое устройство, это будет, я думаю, что в середине января мы начнем предлагать здесь, ну, на рынок, то есть устройство, которое будет в форме мобильного телефона, так называемый бабушкафон, в нем будет строен маячок, радиопередатчик, который, если человек будет у себя держать этот телефон, он с ним может разговаривать, как полноценный телефон, большие кнопки удобные, там, фонарик, такое все простое, ну, самый большой плюс, что этот телефон мы всегда сможем найти по GPS-маячку, который там устроен. Даже если батарейка в нем села, его можно будет этот телефон найти, и мы хотели бы, чтобы это стоило примерно там 5 евро может быть в месяц, абонентская плата, то есть человек, если у вас там есть будет пожилой человек, вы ему купите этот телефон, он будет с ним полноценно разговаривать, как по телефону, и плюс в нем будет встроен вот этот GPS-специальный модуль такой, мы долго его делали, разрабатывали, но он чем хорош будет, что он независимо будет работать от телефона, но если человек пропал, то можно будет или через аппликацию его увидеть, или его увидеть через посредством SMS. Мы много покупали всяких разных устройств, GPS, не знаю, видео там есть у меня, видно меня? Да, видно вас, да. Ну, вот я сначала купил такой вот был модуль, такой мы покупали. Как такой ключ это по мобиле по размеру. Ну, да, да, такой вот вообще как пачка сигарет, они все разные, но мы все-таки пришли к выводу, что это будет, ну, в формате, наверное, там, мобильного телефона, такой обыкновенный мобильный телефон, типа вот как Nokia или что-то еще. Он кнопочный будет телефон, потому что пожилым людям, что я столкнулся с тем, что мы специально дали где-то на 15 человек, у нас тестировали это, им неудобно микро-USB засовывать, это будет стакан для зарядки, то есть долгая батарейка будет где-то на 5 суток работать у этого телефона. То есть такое вот то, с чем мы сталкиваемся всегда с пожилыми людьми. Мы когда ищем человека в лесу, для нас подарок, если у человека было Nokia, ну, обыкновенная такая старая кнопочка на телефон, потому что он долго работает. Очень долго. Да, а эти сенсорные телефоны, они, как правило, на следующий день уже не работают. То есть если мы ищем человека пожилого, пропавшего в бизнесе, то на следующий день его же телефон, как правило, не работает. А вот Nokia мы находим и через 5 дней, и через 7 дней. А вот с этим модулем, который мы, ну, как бы, интегрировали в телефоны, то есть это мы можем найти его как организация, и сам человек может найти своего там дедушку самостоятельно. То есть отправив смс на этот телефон, он увидит, где этот телефон находится. Да, вот, может быть, чуть поясните так вот этот алгоритм действий. Если вы приходите к выводу, ну, хорошо, сейчас пандемия, но вне пандемии, если приходите к выводу, что да, без вашей физической помощи, ну, то есть кроме вот этих всех оборудований, о которых вы сказали, придется просто прочесывать, там, не знаю, леса, территории большие и искать. Насколько быстро можно вот волонтеров мобилизовать, как это все происходит? Ну, за несколько часов можно собрать. Если выходной, мы можем прямо с утра собраться. Если это, ну, рабочий день, то вечером. Ну, в любом случае, если человек пропал, ну, в лесу, ну, или ушел в лес, то надо искать его, ну, примерно сразу же. То есть, чем быстрее, тем лучше. мы сейчас делаем так, если пропадает человек, нам обращается, мы сразу же стараемся отправить пилота с дроном в первую очередь туда, на место. То есть, если там можно летать еще, потому что, ну, в Латвии много зон, где нельзя летать. Если там можно летать, то есть, пролетает дроном, он уже определяет этот сектор поиска, примерно, понятно, где лес, где не лес, где тропинки. То есть, примерно, он уже такой делает маленькую, ну, такую разведку, да. А остальная группа, которая уже закончилась, ну, после работы приезжает, она уже приезжает, и у каждого своя задача, своя, свой сектор, ну, поисков. Так как мы используем вот это наше приложение, оно, безвестного соуса, оно и для простых людей, также оно еще имеет вторую функцию для координации поисков внутри. Это если человек пришел на поиск и хочет не только просто смотреть, а хочет и участвовать в поиске, он, его подключают к этому аппликации, и мы видим, где он находится, и вот в момент поисков все это отражается на нашей карте поисков, для того, чтобы мы видели, какие участки пройдены, и какие еще надо пройти. И вот эта программа нам уже не один раз помогла найти человека. именно тем способом, что, ну, когда ты приезжаешь на поиск, спрашиваешь, вот там смотрели, допустим, там смотрели все уже, а вот там смотрели, и там все пересмотрели. А когда ты сможешь на аппликацию, ты видишь, что, ну, эти вот синие точечки, где люди проходили, треки, да, там как раз не смотрели, и очень часто люди не смотрели в тех местах, в которых кажется, что прямо вот около дома. И так и бывает, что ты находишь человека прямо очень, совсем близко. Так сложилось, что мы больше говорили о пропавших пожилых людях, это понятно. Если пропадает ребенок, там есть какая-то, не знаю, специфика особенность, зачастую у него и телефона нет? Ну, телефоны, мне кажется, есть сейчас у всех. И у детей, и у взрослых. Ну, что дети, что взрослые, это обязательно сразу же, конечно, ну, полиция очень серьезно включается в эти мероприятия и подключает очень большие ресурсы. Вообще, в последнее время они довольно-таки серьезно подключаются и ищут. И даже вот на последнем поиске дедушки мы искали, там очень много было сотрудников полиции, людей, которые даже пришли, ну, не рабочее время, то есть, после работы из полиции пришли, тоже прочесывали. Где в Гаркалной мы искали, дедушку пропал, нашли куртку, его полиция нашла куртку, но самого дедушку не нашли. А то, что касается детей, ну, с детьми всегда все, вот, ну, сложно, ну, просто, наверное, после Ивана Берладина для всех это очень стало такая острая, ну, и это может быть хорошо, что сейчас все включаются, нет такого, как раньше пропал ребенок, сам найдется. Пускай полиция ищет, да. Ну, да, пускай полиция ищет, ну, мы же тоже, если мы можем помочь, почему мы не можем помочь? Я считаю, что таких вот нельзя проводить, как бы, ну, параллели, что, ну, я пройду мимо, а пускай этим занимается полиция. Ну, если ты можешь подключиться и сделать хорошее дело, ну, подключись и сделай. Главное, чтобы это было все согласовано, не то, что ты там сам, нам тоже такие бывают, иногда пишут, звонят, мы будем одиночно искать человека, я говорю, как вы будете искать, ну, как вы вообще представляете себе? Человек пойдет, куда-то будет искать, потом его самого надо будет еще искать? Это правда, и, наверное, это еще такое вот, не знаю, напоминание и людям, ну, чтобы они не были равнодушны, вот, после Ивана Берлайна, если кто-то где-то едет, один ребенок, или где-то ходит, да, так, хотелось сказать, безхозно, без родителей, тоже надо обращать внимание, спрашивать, звонить, сообщать. Конечно, надо сразу же, если вы видите где-то это, лучше позвонить, сказать, потому что, одного, я думаю, что достаточно уже, одной смерти ребенка, что столько, столько энергии, столько было сил подключено к этому, ну, вообще, конечно, по сей день, честно скажу, страшно, эта вся история. Да, я тоже даже не хочется вспоминать, вот, поскольку, вот, вы напомнили, что организация была создана аж в 2009 году, ну, большой, наверное, срок, вот в прошлом году был юбилей, пытаясь ли вы, не знаю, это ретроспективно, ну, наверное, не списки по фамилии, но вообще, вот сколько людей удалось, не знаю, найти таким вот образом? Ну, конечно, мы ведем, когда список, у нас есть определенный список людей, конечно, ведем. Ну, много довольно, да, получается, за эти... У нас на сегодняшний день, получается, за 11 лет 131 человек найден, живых и неживых. Я бы хотел бы еще вот сказать немножко о том, что за вот эти 11 лет, я бы сказал, что надо, мы очень сейчас серьезно начинаем работать в направлении профилактики пропавших людей, то есть надо больше говорить вот о приложении нашем, Безово СТЛВ, у кого пожилые люди, поставьте им на мобильный телефон, эту кнопку, эту СОС. Потом вот эти... Подумайте о GPS каких-то модулях, я не знаю, ну, наши телефоны будут с GPS этим слежением, или какой-то GPS-маячок, потому что, ну, когда я, знаете, вот разговариваю с человеком, он говорит, вот у нас дедушка все время забывает, и мы уже там пятый раз там вот убегаем его и ищем. Ну, я говорю, ну, ребята, ну, мы же все взрослые люди, ну, купите ему телефон, ну, если не знаю, айфон какой-то самый первый там с каким-то поиском, или хоть какой-то телефон, а у человека нет вообще ничего, и вы знаете, что он все время страдает потерей памяти, он передвигается сам самостоятельно, а вы вообще даже не подумали, ну, купите ему какой-то приборщик, чтобы можно было за ним как-то следить. Вот с этим мы очень часто сталкиваемся. То есть потом подключается огромная, огромная машина, ну, полиция работает, вертолет работает ищет этого человека. Зыбок, да и нагрой даже, кто-то задумывался, сколько стоит полет вертолета, вот на поиске, там, три часа, пять часов над лесом этого человека. Это несколько тысяч. Я думаю, что несколько тысяч. Сколько, ну, волонтеров приезжает, ищет этого человека. Мы, мы как бы, нам не жалко искать, мы стараемся всем помочь, мы можем помочь. Ну, когда, когда, одно дело, когда у человека произошел какой-то сбой в памяти, а другое дело, когда человек систематически забывает и не приходит домой. И ты понимаешь, что у тебя просто реально вот руки опускаются, что ты понимаешь, что у человека, у него болел, ну, дедушка болеет, ну, то купи ему какой-то, не знаю, смарт-часы какие-то там, или что-то с GPS-ом, чтобы его можно было искать. Или купи ему простую Nokia-телефон, чтобы хотя бы с ним созваниваться можно было, с него как-то найти. А люди некоторые вообще ничего не хотят для этого сделать, и думают, что это само собой, ну, рассосется. Ну, не получается так. Вот, в завершении, вы в самом начале сказали, что действительно, когда у людей случается горе, они говорят, ой, вот спасибо вам, я тоже, наверное, вот буду волонтером вам помогать, вот я сам столкнулся с такой бедой. Ну, понимаешь, что такой психологический аспект? Ну, наверное, многие, может быть, не сами потом будут волонтерами, но, наверное, спрашивают, чем вам помочь? Вот, я тоже вас спрошу, а чем вообще, вот, когда у вас люди спрашивают, чем помочь вот в вашем благородном деле? А мы рады любой помощи. То есть, хотите подарить нам, не знаю, там, генератор какой-нибудь, или фонарик, мы будем рады. Мы, у нас все средства идут, то, что нам жертвуют, мы покупаем фонарики, покупаем, вот, генератор, генераторы, ну, генераторы, с какой целью, поясните, может быть, для тех, кто сразу не ориентирует? А генераторы, генераторы в лесу очень необходим, потому что, ну, поиски, как правило, длится долго, нужно и заряжать, и телефон мобильный, и фонарики заряжать надо, и много всего, без электричества в лесу очень тяжело, на самом деле, так кажется. Да, это часы, это же не то, если ты пришел на полчаса, да. Да, и даже вот чайник разогреть, воды просто попить, чая горячего, это, ну, необходимо это. То есть, здесь, на самом деле, электричество, это была одна из самых первых покупок, которых я очень, очень хотел, и даже первые генераторы, которые у нас были, китайские, они, ну, они летом еще нормально заводились, это когда приезжаешь минус 20, и ты этот генератор, может, 40 минут его гоняешь, его не можешь никак, как его завести на морозе, вот это, конечно, грустно. То есть, эффективные генераторы вам нужны, да? Нам нужны и генераторы, и термосы, кто чем может помочь, вот технически, да, то есть, там, какие-то лебедки, мы всему будем рады. Хотите, перечислите там, нам деньги, мы будем покупать на этом. Один фонарик, одна батарейка стоит 10 евро, в рацию аккумулятор стоит 15-20 евро. Это деньги, получается, на круг, да. Да, то есть, все те же деньги и получаются, то есть, ну, от себя еще хочется сказать от безвеста, от безвеста, что, вот, пожалуйста, обратите серьезное внимание на своих пожилых людей, ну, родственников. Если вы знаете, что человек болеет, страдает какими-то провалами памяти или что-то еще, ну, позаботьтесь о них, каких-то, сделайте какую-то профилактику. Ну, не ждите, что это, ну, все само пройдет. Не пройдет. С каждым годом мы становимся старше, наши родители становятся старше. Это надо понять и принять. И здесь надо подумать какой-то хоть минимальной, какой-то профилактике этого. Да. Александр Фоминский у нас был на прямой связи, руководитель организации Безвест ЛВ. Успехов вам. Спасибо большое. Спасибо, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова